Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем Часть 4, глава 5 Командировки Вена Из Израиля я часто ездил в другие страны, по разным делам. Был в Австрии, Германии, Италии, везде, где находились евреи из России. Были среди них и такие, что успели побывать в Израиле и уехали оттуда. Большая группа 120 бухарских евреев покинула Израиль и поехала в Вену, в ожидании разрешения на въезд в другие страны. Вена была тогда перевалочным пунктом. Я поехал в Вену и устроил для них пасхальный седр. Много бегал, пока организовал кошерную еду, посуду. Тяжело было в Вене. Противно. Город казался враждебным. Люди сидели здесь уже несколько лет. На работах, куда их устраивали, непременно требовалось посещать кружки и уроки по христианству. Встретил я здесь знакомых из Ташкента. В Ташкенте и в Израиле они были верующими, а тут сбросили кипу. Горько было видеть, как бухарские евреи приезжают в Беткнессет в шаббат на машинах. Несколько человек уже оставили своих жен и женились на местных женщинах-нееврейках. Пришлось писать геты. Америка. После динера, о котором я рассказывал, я еще не раз бывал в Америке. На последней встрече присутствовало человек пятьсот, которые и прежде слушали мои уроки. А я некоторых даже не узнавал. Из рассказа Рава Хайма Коэна. В восемьдесят шестом году мы вчетвером, Рав Зильбер, Маше Пантелят, Надав Розенберг и я, поехали на семинар. Нам предстояло побывать в Нью-Йорке, Риме, Западном Берлине, в трех странах. Мы приехали в Нью-Йорк, вели семинары. Мне было поручено все время находиться рядом с Равом Зильбером, чтобы он не оставался один в чужом городе. Все шло хорошо, но нам, молодым парням, очень хотелось посмотреть город со всеми его небоскребами. Мы столько о нем слышали, а были здесь впервые. Из-за лекций свободного времени у нас было мало. Кроме того, моей главной задачей было находиться рядом с Равом. Мы разузнали, что есть интересная трехчасовая экскурсия вокруг Манхэттена на теплоходе. Маше и Надав уже выбрались на эту экскурсию, а мне никак не удавалось. Рав Зильбер и слышать не хотел ни о каких экскурсиях. Для него это было абсолютно неприемлемо. Но вот подвернулся случай. Я встретил знакомого, который уехал из Израиля в Нью-Йорк. Женился на русской женщине и теперь интересовался вопросами Гиюра для нее. Узнав, что среди нас есть Равин, говорящий по-русски, он попросил устроить ему и жене встречу с Равом Ицхаком. Рав Ицхак сказал, пожалуйста, в любое свободное от лекции время. Я подумал, что это именно тот момент, которого я искал, и предложил провести встречу на теплоходе. Рав Ицхак не хотел этого. Корабль идет три часа, а для беседы достаточно получаса, сорока минут максимум. Что мы будем делать остальные два часа? Я же красноречиво убеждал, что морской воздух полезен для его здоровья. Так или иначе, он согласился. Мы сели на корабль. Рав Зильбер побеседовал с этой парой, подробно ответил на вопросы, и минут через сорок беседа закончилась. Рав Зильбер знал, что мы старые друзья еще по Израилю, и он сказал, ребята, вы поговорите. И отошел в сторону. Мы разговорились, конечно, по ходу дела разглядывая Манхэттен. Такая приятная обстановка. Незаметно прошел час. Я оглянулся. Не вижу Рава Зильбера. Где он? На палубе его нет. Я начал волноваться. Обошел все этажи. Нигде его нет. Мне ничего не оставалось, как спуститься в самый низ, где было темно и пусто. И тут я разглядел силуэт Рава. Он сидел там, в темноте. Я подошел к нему сзади и услышал, что он шепчет «Мишнает». Так он сидел, этот человек. Его не интересовал Манхэттен. Он только знал, что попал в место, где не может заниматься Торой. И единственное, что осталось ему, это повторять «Мишнает», который он знал наизусть. Для меня это был большой урок. Я увидел, как человек живет Торой. Как в ситуации, в которую я, молодой парень, фактически вынудил его попасть, должен вести себя мудрец. Италия Из рассказа Рава Хайма Коэна Закончился семинар в Нью-Йорке. Оставалось три дня до семинара в Берлине. И на эти дни Рав Зильбер и я должны были лететь в Италию. Там, в Ладисполе, находились иммигранты из Союза, которые вместо Израиля хотели попасть в другие страны. Мы отправились к ним. Летели ночью. Самолет пошел на посадку, когда мы заметили, что скоро взойдет солнце. Рав Зильбер, который всегда молился в Атикин, открыл портфель, вынул талит и тфилин и начал молиться. Уже стюардесса обошла всех, проверяя застегнуты ли ремни, а он молится. Я не молился, потому что боялся не успеть. Буквально за несколько секунд до приземления Рав Итсхак встает на Амиду. Можете себе представить глаза стюардессы? Самолет снижается, все сидят с застегнутыми ремнями, а пассажир встал. Она бросилась к нему, как сумасшедшая, и стала кричать, чтобы он сел. Я не знал, как мне быть. С точки зрения безопасности, в самом деле нужно сидеть. А с другой стороны, Рав Зильбер стоит на Амиде. Разве я могу ему что-нибудь сказать? Я только сказал стюардессе, поверьте, ничего с ним не будет, и с самолетом тоже все будет в порядке. Пожалуйста, успокойтесь. Она поняла, что ничего не поделаешь, потому что самолет приземлялся. Побежала на свое место и села. И так мы все сидели, а Рав Итсхак стоял и молился, когда самолет коснулся земли. Обстановка была сюрреалистическая. Никогда не забуду эту историю. Вспоминаю один особый случай в Италии. Молодой человек, сильно облученный в советской армии, лежал в почти безнадежном состоянии. Его близкие пришли ко мне и просили за него молиться. Я решил навестить и хотя бы подбодрить его бедных родителей. Я сказал им, что Бог поможет, что буду молиться. Они увезли сына в Америку. Это было лет 17 назад. Несколько лет назад, когда я был в Америке, тот парень из Италии нашел меня и пришел в дом, где я остановился. Он сидел со мной, мы пили Лехаем. Он чувствует себя хорошо. Говорит, что не забывал нашу встречу. Из рассказа Рава Хайма Коина. Приземлились мы в Риме и сразу поехали в Ладисполе. Город в 40 километрах от Рима. К сожалению, местный раввин, равгирш-биск, который многие годы осуществлял связь между новоприбывшими и еврейской общиной, был в отъезде. Тогда Равыцхак сказал, что у него есть еще одно дело в Италии. В Иерусалимском раввинате его попросили помочь получить в Риме гет у одного израильтянина. Тот занимался контрабандой оружия и наркотиков. И его посадили на 10 лет. В Израиле осталась жена. Люди, они не религиозные. Жена заявила, что не намерена ждать. Мы отправились в Рим заниматься этим делом. Денег у нас было мало. Номер сняли в паршивенькой гостинице, где хозяином был израильтянин. Но, по крайней мере, крыша над головой была. На следующий день мы попали в местный раввинат. Раф Зильбер объяснил, в чем дело. Оказалось, иностранному гражданину пройти в тюрьму очень сложно. Нужно направление от раввината и разрешение от Министерства юстиции. Раввинат и Министерство находились на разных берегах Тибра. Приходилось несколько раз в день пробегать туда и обратно по 2,5 километра. Именно пробегать, потому что в транспорте мы не разбирались, и Раф Зильбер не хотел на это тратить время. Я, должен признаться, поспевал за ним с трудом. Он переживал, что через два дня отъезд, а надо успеть выполнить кучу формальностей. И летел стрелой. Наконец, нам сообщили, что мы можем посетить тюрьму. Посещение было назначено на день отлета. В 10 утра надо быть в тюрьме, а в час дня у нас самолет на Берлин. Тюрьма в 150 километрах от Рима, аэропорт в 50 километрах в другом направлении. В считанные часы нужно проделать путь в 150 километрах в одну сторону и в 200 в другую. Раф Зильбер договорился в Равинате, что для оформления гетто с нами поедут два местных равина. Мы должны были помолиться рано утром в римской синагоге и на машине отправиться в тюрьму. Равыцхак мне сказал, «Хайм, читаем самую короткую молитву, быстро-быстро, и убегаем. Задерживаться нельзя, иначе ничего не успеем». В этой прекрасной старинной синагоге была такая располагающая обстановка, что вместо того, чтобы помолиться, как он мне сказал, я молился спокойно, медленно. Рав уже собрал тфелин и талит, а я только закончил шма и встал на Амиду. И в этот момент слышу голос Рава Зильбера. «Хайм, сейчас не время молиться так спокойно. Из-за тебя там мамзеры могут родиться, а ты сейчас молишься. Кому нужна такая молитва? Быстро заканчивай, не задерживайся ни одной секунды». Можете себе представить, что я почувствовал, когда услышал, что из-за меня могут родиться мамзеры? Уж и не помню, как я закончил молитву. Только я сделал три шага назад после Амиды, Рав Зильбер схватил меня за рукав и тут же повел в машину. В талите, в тфелин. Снимал я их уже в машине. Так я получил урок, что всему свое время. Молитва в свое время, а действие в свое. Но самое интересное было впереди. Все три дня, что мы были в Италии, главной нашей проблемой и темой всех наших разговоров был вопрос о том, как пройти в тюрьму и получить гету этого человека. Возможно, придется его убеждать. Он в тюрьме, ему тяжело. Ситуация непростая. Мы приехали в городишко, где находилась тюрьма. Я остался в машине, а Рав Зильбер с раввинами вошел в тюрьму. Минут через 15 выходит с озабоченными лицами. В чем дело? Рав Зильбер спокойно говорит, что как только тот услышал, что приехали раввины по поводу гета, он вообще отказался к ним выйти. На входе Рава Зильбера тщательно обыскали. «Если бы меня так обыскивали в лагере, я бы не смог пронести тфелин», сказал он нам. Рав Ицкак сел в машину, попросил ехать в аэропорт и больше не сказал о гете ни слова. Он переключился на предстоящий семинар в Берлине. Потом мне рассказали, что за эти несколько минут в тюрьме ему удалось положить 100 долларов на счет этого заключенного. Он сказал, «Я знаю, что такое еврею сидеть в тюрьме среди чужих. Наверняка ему нужно что-то купить». Я видел, что Рав Ицкак приложил максимум усилий, сделал все, что только можно вообразить. И вот когда его последнее усилие окончилось неудачей, он не проронил ни слова. Он знал, что сделал свое, результаты от него не зависели, и теперь он думал о том, что ему предстоит делать дальше. В трудных ситуациях я всегда напоминаю себе об этом. Ты должен приложить все усилия, идти до конца, а результаты? А результаты зависят от Всевышнего. Гет был получен через три года. Из рассказа Пнины Коэн Жены Рава Хайма Мы работали в Италии посланцами Рава Моши Соловейчика из Цюриха. Благословенно память праведника. В 89-м году приехал Рав Зильбер. Я была счастлива, что смогу как хозяйка услужить ему, но он не позволял этого делать. Даже сухари с собой привез. Мы жили в большом одноэтажном доме на берегу моря. Как-то после полудня Рав пошел отдыхать в свою комнату. Вдруг слышу, он с кем-то разговаривает. Но я точно знал, что никто в дом не входил. Я знал о легенде, что к некоторым великим мудрецам приходил сам пророк Ильяго. Я была очень взволнована. Около четырех часов Рав выходит из комнаты, и с ним мальчик лет 13. Я спросил Рава, как он вошел? Через окно. Я знал, что ты отдыхаешь, и не хотел беспокоить. У меня было время с ним позаниматься, и я его пригласил прийти. Там, в Италии, люди из России чувствовали необыкновенную тягу к нему. Мужчины, женщины, дети. Он для них был, как вода для сухой почвы. Мы часто устраивали шабаты для иммигрантов. Я спросил Ихайма, насколько людей готовить на этот раз. Как обычно, ответил он. Я приготовила 50 порций. Наступил шабат. Вдруг одна из женщин, что помогали мне, говорит, погляди в окно. Я выглянула и вижу. Идет Равыцхак, вонаней Аковод, облаках славы, в окружении огромной толпы. Я ужаснулась. Где я возьму столько порций? Пришло человек 120. Люди просто прилеплялись к нему. Он приехал в четверг, а через день они уже бегали за ним, чтобы услышать еще одно слово. В Россию на Песах. С конца 80-х, а может после 90-го года, когда границу открыли, я стал регулярно ездить в Россию, а в другие страны меньше. На праздники я обычно приезжал в московскую Яшиву Турат Хаим. Но и в другие города ездил тоже. В Песах я решил взять с собой в Москву старый лагерный чемоданчик. В Яшиве было много народу. За столом сидело человек 100. Я провел седр, и пока гости ели, начал рассказывать. Я не ожидал, что вызову такой интерес. Весь праздник мне пришлось рассказывать. Про Песах в лагере, про геноцид Сталина. Помимо того, что утром и вечером преподавал Тору, говорил целыми днями. Я чувствовал себя счастливым. Правда, устал ужасно. Но если я не расскажу, то кто расскажет? Кто остался из того поколения? В этот раз мне очень понравились люди в Яшиве. Как-то зашел ночью в синагогу, несколько человек занимались. Я постоял, меня не заметили. Потом зашел в 6 утра. Один сидит и учит, и не видит меня, и не слышит. Это о чем-то говорит. В этом году они уже могли молиться вслух, читать свиток Торы. А раньше нет. Впервые в жизни со мной случилось такое. Я вел урок и закашлялся. Меня отвели в другую комнату и вызвали врача. Я не мог говорить, не слышал, что говорит врач, ничего не понимал. Врач сказал, что это приступ астмы. Но Седер на следующий день я провел нормально. И в другие дни нормально говорил. Все три недели я был сам не свой, но очень доволен, что был там. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова